Вот скажите, вас раздражает, когда достаёшь наушники и не можешь понять, где правый, а где левый? Так почему бы просто не сделать их разноцветными? Да, смотрится, конечно, немного глупо, но зато путать больше не придётся. Неважно, насколько глупо ты выглядишь, если при этом ты плачешь от запаха лука. Так что не стесняйтесь, лыжная маска действительно в состоянии решить эту проблему. Да, это конь, и у него на морде действительно обычный женский лифчик. У него просто болит один глаз, а вы знаете, сколько стоят специальные повязки для лошадей? Можно целый магазин женского белья скупить. Привет, с вами канал Фактория. Если вы думаете, что лайфхаки – это удел молодёжи, то вы глубоко ошибаетесь. Вот эта очаровательная бабушка придумала, как перемешивать блюда на сковороде, если брызгается масло. Когда постоянно нужно отмерять небольшое одинаковое расстояние, то вместо того, чтобы постоянно прикладывать линейку, можно просто отметить это расстояние у себя на ногте. Никто и не заметит, что у вас пальцы разрисованы, зато времени сэкономите кучу. Если маленький ребёнок очень сильно рвётся вам помогать красить забор или стены, то ни в коем случае не стоит его отговаривать. Лучше торжественно вручите ему кисть и ведёрко с водой, пускай красит на здоровье. Что может быть более глупым, чем поддельные окна? Но если с их помощью подвал становится более уютным, то эта идея перестаёт казаться чем-то странным. Когда крупная собака лакает воду, то приходится смириться с тем, что весь пол в окрестности тоже будет покрыт водой. Так почему бы не устроить вокруг миски мини-сад, где будет расти красивый мох? А это просто замечательная идея для любого офиса. Чтобы точно знать, как давно был заварен этот сомнительный кофе, можно просто сделать элементарный таймер-напоминалку из двух пластиковых стаканчиков. Чтобы не ломать голову над тем, куда бы поставить телефон во время долгого перелёта, прихватите с собой маленький прозрачный пакет и повесьте его на переднее сидение. В ветеринарной клинике человеку сказали, что защитный конус для его пса будет стоить 70 долларов. Слегка обалдев от таких цен, хозяин пошёл и купил ковбойскую шляпу за 5 баксов. Прорезал в ней отверстие, и теперь его пёс не только защищён, но ещё и очень модный. Хранение десятка разновидностей всяких мелких гаек, гвоздей, болтов – настоящая проблема. Но эта проблема легко решается, если сделать комод и на каждом ящике закрепить соответствующую деталь. Дедушка случайно плеснул отбеливателем на свою футболку. Посмотрел, подумал и плеснул ещё несколько раз. В итоге вместо испорченной вещи он получил красивый и уникальный узор. Кто-то скажет, что засовывать телефон в рис после того, как уронил его в воду – глупая идея. Но когда вдруг попросил у бабушки немного риса для этой цели, она достала из шкафа специальную коробку с рисом. Видимо, бабуля часто топит телефоны. Не торопитесь смеяться. Ну да, это собачка в костюме хот-дога. Но это вынужденная мера, потому что без этого костюма она пролазила через прутья забора и убегала на улицу. А в костюме она застревает в заборе, и хозяевам не приходится её искать. Суровый советский лайфхак для переноски ведер с помощью гаечного ключа. Я, правда, не совсем понял, зачем нужно переносить ведра с помощью ключа, когда у них есть вполне нормальная ручка. Если вдруг у вашего ноутбука сломаются поворотные петли и экран не сможет стоять вертикально, то просто приклейте к нему старую фоторамку и используйте подставку в качестве опоры. Одну семью замучили насекомые, которые всё время пролазили через вентиляцию. Решение этой проблемы равнялось стоимости одних старых колготок. У вас ведь тоже наверняка есть интересные фотографии? Тогда обязательно присылайте их по ссылкам в описании. Перед тем, как собирать мебель, воткните все детали в кусок ненужного пенопласта, чтобы не пришлось искать нужный винтик, который укатился. А он обязательно укатится, даже не сомневайтесь. А если вам нужно что-то разобрать, то винтики можно воткнуть в любую картонку и подписать, что откуда. Тогда появится небольшой шанс, что у вас получится всё собрать обратно. Вы, конечно, можете смеяться над людьми, которые трут овощи на тёрке при помощи вилки. Но знаете что? Вот у кого в конце пальцы целые, тот и смеётся. Также раздражает, когда во всяких кафе, аэропортах и других общественных местах розетки находятся в ужасно неудобных местах. И кто бы мог подумать, что все проблемы решает обычный лист бумаги. Что прикажете делать, если пришёл купить продуктов, а маску забыл дома? Ну, трусы вместо маски, это, конечно, немного радикальный вариант, но действенный, не поспоришь. Вот именно поэтому одной только лестнице недостаточно для проведения работ. К лестнице должен прилагаться верный товарищ, на которого можно положиться. Неплохой вариант для тех, кто ещё не определился, на чём удобнее сидеть, на стуле или на кровати. А таким образом можно сочетать все удобства мягкой кровати и спинки стула. Вам наверняка доводилось видеть в магазинах специальные сушилки для обуви. Представьте себе, они успешно заменяются любыми пакетиками практически бесплатно. Друзья, подписывайтесь на мой новый канал Видеомикс. Там вас ждут смешные ситуации, пугающие истории и многое другое. Переходите по ссылке в описании под видео и оцените канал Видеомикс. Спасибо. Ну, а я продолжаю. А вот тут вообще ничего смешного. У дальнобойщиков тоже бывает большая стирка, а бельё потом нужно где-то сушить. Кто-то может сказать, что привязывать к табуреткам шлёпки – это смешно и глупо. Однако именно это приспособление позволяет передвигаться, не намочив ноги во время наводнения. На любом семейном торжестве есть такой человек, которого никогда нет на фотографиях. Как правило, это владелец фотоаппарата. Чтобы он тоже оказался на снимке, кому-то стоит просто взять в руки зеркало. Может, кто-то скажет, что делать шпаргалки на печенье – это глупо. Но знаете, вы можете говорить что угодно, главное, учителям об этом способе не рассказывайте. Как бороться с бликами на экране мобильного телефона. Кто-то скажет, что нужно наклеить специальную плёнку, а кто-то посоветует купить для телефона специальную шляпу. Но согласитесь, телефон в шляпе – это стильно. Проблема, конечно, нетипичная. Обычно воду в душе пытаются нагреть, а не охладить. Но если вам захотелось принять ледяной душ, то корзина с кубиками льда к вашим услугам. Неужели вы предлагаете покупать плеер для того, чтобы послушать музыку? То есть вы действительно не в курсе, что музыку можно слушать на ноутбуке? Тогда к чему дополнительные траты? Сейчас в любом доме столько техники, что из пультов можно пасьянс раскладывать. Вот чтобы не искать их по разным углам, приклейте их все к какой-нибудь доске. Зато уж если потеряете, то все разом. Как согреть пиццу, если у вас нет ничего, кроме электрического чайника? Попробуйте примотать пиццу снаружи и пару раз закипятить воду. Старый карандаш нельзя выкидывать до последнего миллиметра. А чтобы у вас была возможность израсходовать его действительно до конца, вам потребуется саморез, желательно побольше размером. Простой и практичный способ транспортировки капризных детей. Зимой для этой цели больше подходят санки, но пока снег не выпал, их можно заменить на тележку. Если вы решили приготовить что-нибудь вкусненькое и при этом не знаете, куда бы положить журнал с рецептом, попробуйте повесить его при помощи обычной вешалки для вещей. Вы что, действительно думали, что банковские карты нужны для того, чтобы ими расплачиваться? Не-а. Они отлично подходят для того, чтобы очистить лобовое стекло от снега и льда. Идеальное решение проблемы грязной посуды. Перед тем, как положить на тарелку еду, наденьте на нее пакет. Потом останется его просто снять и выкинуть. Почему никто еще не задокументировал возможность использования тачек в качестве кресел? Мне кажется, за эту функцию можно сделать надбавку к цене. Знаете, в какой момент обычно бывает очень нужен пинцет? В тот самый момент, когда поблизости пинцета нет, но зато его можно успешно заменить тремя любыми монетками. На документы принято фотографироваться в костюме, но что прикажете делать, если костюма нет? Что-что, снимайте штаны! При правильном расположении они успешно заменяют пиджак. Вы что, действительно считаете, что фронтальные камеры в смартфонах делаются для того, чтобы вы могли селфи в инстаграм постить? Нет, конечно, на самом деле это идеальная камера для поиска разъемов на различной технике. Если вдруг на вашем смартфоне сломается сенсорный экран, не торопитесь его выкидывать. Вообще-то, к нему можно подключить любую мышку и пользоваться дальше. Что можно сделать, чтобы ваши вещи на пляже никто не украл, пока вы купаетесь? Заверните их в памперс, ведь никому в здравом уме не придет в голову воровать у вас подгузник! Щенок очень боялся большого магазина, и чтобы он чувствовал себя комфортнее, хозяин просто посадил его в капюшон своей толстовки. А пока на этом все, подписывайся на канал и присылай мне свои интересные фото, все ссылки в описании под видео. Да, друзья, я вернулся, я поправился, спасибо вам большое за теплые комментарии. Как видите, погода сейчас обманчива, поэтому обязательно одевайтесь теплее, не болейте!